Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье и у нас с вами очередное видео с ответами на вопросы, которые вы задавали на уже прошедшей, заканчивающейся неделе. Это уже у нас с вами третий, наверное, выпуск, да? Третье воскресенье. Мы отвечаем на вопросы. Вопрос связан с температурой и содержанием орхидеи. До какой поры вы делаете перепады температур день-ночь? Я вообще стараюсь, чтобы эта температура была, вот эти комфортные дневные и комфортные ночные температуры были круглый год. Но ввиду того, я уже повторял, что летом у нас, скажем так, отопления нету, но есть жара и перепады проблематично устраивать, ввиду того, что днём жарко и ночью, соответственно, тепло. А зимой постоянно тот, кто живёт с централизованной системой отопления и понижать температуру зимой тоже проблематично из-за дышащих, скажем так, огнём батарей. Ну, у кого-то, кстати, и не так сильно греют батареи. Вообще, орхидея в природе, её комфортная круглогодичная жизнь соответствует более высокой температуре днём и более низкой температуре ночью. А это верхняя планка, я уже говорил, это вы можете прочитать везде в открытых источниках. Верхняя планка – это от 20, 25, 26, 28 градусов дневная температура. И нижняя оптимальная температура – это… есть даже экземпляры при 14 градусах, хорошо себя чувствует. Но средняя – это 16, 17, 18 градусов ночью. Это оптимальные температуры круглый год. Если у орхидеи будет круглый год такая комфортная температура днём и ночью, то орхидея будет активно расти, активно будет цвести, бурно цвести. То есть, проблем со здоровьем, с иммунитетом растения не будет, она будет превосходно себя чувствовать. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Вы купаете орхидеи горячей водой? Нет, я не купаю орхидеи горячей водой. Ну, во-первых, нужно понимать, а для чего вообще купают орхидеи горячей водой? Купают их не для того, чтобы просто искупать. Их купают для того, чтобы орхидея при, скажем так, тёплой температуре, при более высокой температуре, открыла свои устицы, которые находятся на нижней части листа. Вот эти самые устицы, когда они при нагревании, при тепле открываются, они ночью начинают активно поглощать углекислый газ, который на следующий день начинает при наличии света и опять же тепла перерабатываться, из которого начинает перерабатываться углерод, который идёт на строительство самой орхидеи. При этом орхидея впитывает огромное количество влаги, чтобы эти химические процессы происходили. Именно для этого, у кого на подоконниках днём, допустим, прохладно, и нет возможности более тёплого дневного содержания орхидеи, а и ночью, и днём низкая температура ниже 24-25 градусов, то делают такие тёплые души днём, что способствует, когда она открывает эти устицы, то ночью начинает забирать активно углекислый газ. Вот, собственно, наверное, это первая причина и главная причина, по которой делают горячие души орхидеям. Но я не делаю, потому что днём у меня температура выше 25 градусов, она в районе 28, и этого достаточно, плюс у меня солнечный регион, и орхидеи днём на подоконниках получают достаточное количество света. А ночью, ну, вполне естественно, стараюсь понижать температуру, чтобы накопленная, скажем, энергия шла на поглощение углекислого газа ночью, и активного фотосинтеза днём следующим. Следующий вопрос. Скажите, кто проще в уходе, Азия или Голландец? Конечно, я уже не раз отвечал в комментариях, но в очередной раз отвечу, что Голландец, он менее капризный. По той причине, что Голландец изначально выращивается в европейской, скажем так, в европейском регионе. И обстановка, и количество дневного света, и температурного режима, и влажности, она более или менее соответствует всем тем условиям, которые у нас у всех в регионах, если, конечно, вы не проживаете в Юго-Восточной Азии. А во всей Европе и во всех странах СНГ температурный режим и все другие условия содержания орхидей, они приближены к голландским. Поэтому, когда мы покупаем орхидейки, то они менее прихотливые в наших условиях, в наших климатах, в наших регионах. Голландец, он более адаптированный. И в основном во всех магазинах практически, в большинстве сетевых магазинов продаются голландцы. А азиаты продаются в большинстве через интернет, но по причине их дешевизны. И Азия, она, естественно, более будет капризной, точнее, ну, не как капризной, она более будет дольше привыкать к той среде, к тем условиям, которые у вас в доме. Поэтому она и будет реагировать на те или иные, скажем, моменты ухаживания за ней. И поэтому будет считаться как более прихотливая. Скажите вопрос. Наступает холодное время года. Если я переставлю орхидеи на южные окна, их тоже надо будет притенять. Или осеннее, зимнее солнце уже не такое активное, как летнее. Или лучше оставить на северо-западном окне и купить такие фитолампы. Вот хороший вопрос, связанный по свету и освещенности. Вот буквально прям вот через 2-3 дня я сниму, выложу ролик, который будет, ну, не один, а их будет несколько, связанных с освещением, со светом. Потому что мы не все обладаем какими-то там знаниями профессиональными в плане света и освещенности, его мощности, его показателей, его каких-то там различных вариантов и так далее и тому подобное. И что из этого и как нужно для растения. Поэтому я вот сниму видео первое такое, немножко ознакомительное по свету, чтобы было представление вообще, что это такое, для чего это нужно. Но могу сказать следующее, что любому растению и орхидеи, в том числе, света в сутки нужно от 12 до 14 часов. Поэтому вот исходя вот из этого показателя, и суммируйте фитолампу, подсветку, дневной свет. Если есть возможность зимой на южное окно поставить растение, конечно, лучше поставить на южное окно. Если нет такой возможности, то на любое другое окно, но лишь бы, чтобы дневной свет поступал на растение. И по мере необходимости, конечно, подсвечивать до недостающих вечером и утром часов, когда у нас темнеет позже и, соответственно, темнеет раньше. По фитолампам точно так же я в одних из ближайших прям видео все вот это начну с того видео про свет. И буду рассказывать, показывать. Я тоже пользуюсь светом, подсветками. Коллекция там орхидеи разрастается, и уже все орхидеи не помещаются на подоконниках. Да и вообще я особо не любитель, когда все подоконники заставлены в доме цветами. Поэтому, конечно, убрал орхидеи внутрь помещения, и у меня есть подсветка этих орхидей. Я буду показывать, рассказывать. Итак, я живу в Санкт-Петербурге, у меня южные окна. Подойдет ли полив мокрые пяточки? Еще раз вопрос. Я уже выпускал, наверное, видео, показывал мой полив в зимний период, где я рассказывал, при каких условиях я оставляю мокрые пяточки, и при каких условиях я не оставляю мокрые пяточки. Еще раз хочу напомнить, что мокрые пяточки подразумевают постоянное присутствие влаги в самом горшке. Но это присутствие оправдывается тогда, когда растение может эту влагу постоянно качать. То есть, есть потребность у растения постоянно качать влагу. А эта потребность возникает в том случае, если днем растение получает много света и тепла. То есть, эта вода поднимается свет и тепло. Из этого растение берет энергию и воду из грунта. И энергию света и тепло и воду, это ей нужно для фотосинтеза. Ночью, когда растение остывает, при этом, при низкой температуре, она начинает поглощать углекислый газ. И днем опять процедура повторяется, начинается переработка этого углекислого газа при энергии солнца, света, тепла и воды на углерод и на питательные вещества, глюкозу, которая идет все это дело на строительство самого растения. Если у вас днем не будет света, достаточного света, в количестве, вот только сказал, что в количестве 12-14 часов в сутки, и не будет днем необходимой температуре в районе 26-25, хотя бы 28 градусов, то, соответственно, растению не нужно будет воду эту брать. Будет застой воды. И если будет застой воды, начнет происходить загнивание корней. Вот все это такое комплексное. Вот я объяснял, объясняю, и вот если будете справиться, буду объяснять. Поэтому, вот исходя из этого, сами по себе мокрые пяточки, если нету достаточно света, днем не тепло, то как бы смысл этих мокрых пяточек. Растения, орхидеи, они не питаются только исключительно водой. Им нужно днем тепло и нужен свет, чтобы эта вода пригодилась. Надеюсь, я вам понятно как-то объяснил. И еще вопрос такой. Вот вы рассказываете, корни закуклились. А как вы определяете, что они закуклились? Вот как раз хороший вопрос. Я сейчас вам его покажу на примере. А вот на этом хорошо покажу. Видно. Вот он, друзья. Вот видите, корень. Он превосходно растет. Вот он. Он целиком равномерно зелененький. И это понятно, что растет. Следующий этап, когда корень останавливается в росте, происходит вот такой вот момент. Давайте покажу. Вот здесь хорошо видно. Сейчас. На этом растении. Это я уже показывал его. Смотрите. Сфокусируется камера. Когда корешок останавливается в росте, вот то, что было зелененькое, оно начинает темнеть. Единственное, остается вот отличительной чертой, что корень остановился в росте. Вот такая зелененькая точечка, а вокруг он будет темный. Со временем вот эта темнота, она начнет серебриться, становиться серебряной и превратиться вот в такой вот закукленный корень. Вот он. Видите? Сейчас сфокусируется вот. То есть вот этот корень полностью закукленный. Он никуда не растет. Вот он отрос в прошлом году. И вот в таком состоянии он находится. Это закукленный корень. То есть вот у корней примерно видно три стадии. Когда корешок становится темным, значит орхидея остановила свой рост. Рост корней. А вот такой корень, он уже все старенький. И при благоприятных, скажем так, условиях ухода за орхидеей, он начнет раскукливаться. Вот, начнет свой рост зеленеть и начнет расти. Вот, друзья, надеюсь, ответил на все ваши вопросы, которые, не знаю, посчитал наиболее важными и наиболее чаще повторяющимися. Поэтому, друзья, на чьи вопросы я не ответил, не стесняйтесь, не обижайтесь, задавайте их под этим видео. Я найду время, обязательно отвечу на эти вопросы. Ну, просто вопросов очень много, я один. Кому было полезно сегодняшнее видео, ставьте лайки. А самое главное, здоровья вашим орхидеям, здоровья вам, терпения вам. И хорошего, пышного цветения вашим красоткам. Всем пока-пока, до завтра.